Музыка Сейчас, мне нравится самокритика и опыт покупателей. Давайте, говорите. А во-первых, что такое неучи? А, ну вот в своё время мы более молодыми были и пытались что-то вырастить. Не получалось. Оказывается, делали такие глупые ошибки. Заранее, как говорится, хоронили свои растенницы. Но вот эта вот меточка ваша, она как бы... Вот она, вот она, вот она. Да, да. Она как бы... Или мы как-то от кого-то услышали. Я даже вот и не помню этой информации. Но когда мы привозили из леса какое-то деревце понравившееся, то же вот, значит, калинку там или ещё. И я, знаете, замечала, как она в лесу растёт. И там с северной стороны всегда такой мох был. Или там, может быть, даже не мох, наверное. Мох, мох. Мох, наверное. И мы привозили и садили вот как оно... То есть замечали ленточку там или ещё дополнительно делали. То есть вот это учитывали. А вот при посадке действительно, вот как я вижу, высадите. Вот оно. Даже со временем оно ещё больше стремится вверх, да? То есть поднимается. Да. И стремится себя согреть, по всей видимости. Если мы же в Сибири, и корневище, чтобы быстрее отходило весной, и шло сколько движения при этом, быстрее. Вы сказали про 20 лет. Вот это вот, используя 13 лет, колновидка, купленная мной на рынке. На рынке мы тоже ещё покупали. 13 лет. А я покупал, мне надо вот эту часть на прививку. А, вот оно что. Вы просто размножите, понравится этот сорт. Ладно, так, ну что, это, наверное, я уже мешаю. Нет, нет, пойдёмте, вы нам покажете. Или кто будет грузчиком, пусть остаётся, грузится. Время-то идёт. Так, мы хотели же посмотреть. А не обязательно же всем, пусть грузится, а мы пойдём. Они такие любопытные тоже. Ой, вообще, и вообще им надо знать. Ну смотрите, я боялся, что я мешаю вам. Нет, нет, ни в коем случае. Наоборот, мы рады. Ладно. Ладно, ладно, ну пойдём. Витя, ну пойдёмте, посмотрим. В новый сад. Валерий и ровесница. Ой, ровесница, ровесник. Я первый раз живу персиками. Так, я не виноват, вы сами задали вопрос, укрываю ли я персики. Смотрите, контрольный экземпляр, он самый мощный, ему полтора года исполнилось вот этому вот, и этому, и этому. Но самый мощный остаётся нетронутый, а эти вот так укрываются. Смотрите, смотрите, вот так, видите, смотрите, я его не формировал, и идиотские штамбы до метра я не делал. Это, это сеянец, сеянец, видите? Вот, теперь, у этого сеянеца получилось следующее, ему два года. После первого года, смотрите, как он подмёрз капитально. И тогда это свойство многих растений принимать кустообразную форму. Вот, люди, не сведущие, повторяющие 19 век, опять берут, убирают лишь как бы лишние ветки, а самую крупную опять делают деревом. А дерево решило, что ему в Сибири некомфортно, видите? Ну, чётко видно мёртвые ветки. Откуда взялись живые? Проснулись почки ниже. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, шесть. Как у роз. Вот. Это, значит, дерево решило стать кустом. И теперь я ему помогу. Сильная мороза, она всё равно, ведь подмёрзла же первый год, она на второй год тоже может замёрзнуть. Что я делаю? Поняли? Да, я ленивый. Вот сюда полено положи, всё, я уже так делал. Смотрите, следующее. Так. Возьмите кто-нибудь, вон тот, зайдите с той стороны. Только аккуратно можно сломать, они хоть и гибкие. Нет, нет, я буду тихонько. Так. Я ж розы наклоняю. Ещё-ещё немножко. Ну, дальше я постепенно буду наклонять. Нет, он уже сопротивляется. Он будет привыкать. Надо каждый день потихоньку. Да-да-да, вот. А этот, оставляя на свободный рост. Замёрзнет? Ну, не судьба. Самое сильное мы пробуем, да? Да. Надеюсь. И видите, что такое кустовидная форма. Я надеюсь. Вы их пригинаете и накрываете чем-то, да? Пригнутые, им остаётся только снег выпал и всего. А, ну, понятно. То есть снег их закроет. Да, и этих снег закроет. Нет, акрилом надо всё равно в первый год. О, вот специалист. Вы живёте в Северной, вам обязательно. Мне лень не закрываю. У вас тёпленько. Вот. А у нас тёпленько. Смотрите, это тепловая подушка. Посмотрите вокруг. Согласны, что это оазис? Так? Согласны. Вот. Если дом протапливается, тем более оазис. Смотрим сюда. Вон они, персики неукрывные. Пойдёмте. Вот они уже посажены. А это я вчера садил. А, да? Во-первых, мне надо было учебные фотографии сделать. Раз. Причём не все я буду укрывать. Смотрите. Вертикальный? А, да. Видите? Вот. Идём дальше. Ну, а это на продажу вот те. Идём сюда. Идём сюда. А вот они, персики. Смотрите, вот один. Он неукрывной. Но место-то, согласитесь, уютнее не бывает. А вот забор. А с той стороны север. А вон второй персик. А вон третий персик. Вот. Значит, я их не трогаю из принципа. Я же испытатель. Если я буду прятать, значит, кто я. Понятно. Не совсем до конца. А вы можете придавать кустовидную форму. Я вам сейчас только это показал. Так? Вот. Что ещё? А, я вас обещал угостить ковновицками, сливами. Пойдёмте. Будем считать, что эта небольшая серия закончилась. Вот. Вот они продажные. Хороши, да? Продолжение следует...